Мы научим тебя, как родину любить. Девиз сотен, если не тысяч россиян, активно практикующих написание доносов в повседневной жизни. По данным Роскомнадзора, только за первые полгода войны было написано более 140 тысяч доносов. Большой брат следит за тобой, но если и он не доглядит в России, на подхвате всегда есть профессиональные доносчики. С одной из таких профи связалась Медиазона. Я живу в городе Миллионники, работаю на непостоянной основе. То есть у меня не полная рабочая неделя, так как у меня собственная квартира и есть сбережения, то у меня остается свободное время на доносы. В Медиазоне доносчица представилась под вымышленным именем Ксения, символической фамилией Кротова. Всего с момента начала полномасштабной войны профессионал написала более 900 анонимок. Целью Кротова считает создание атмосферы страха, при которой любой выступающий в СМИ и на агенте начинает думать, не донесут ли на него его работодателю или властям. Усидчивость, с которой профессионал выслеживает жертву для написания нового доноса, потрясает. За два дня Ксения просматривает около 20 часов видеозаписей с ютуб-каналов СМИ и на агентов. Кротова, как и тысячи других доносчиков, пожелала остаться неизвестной. Видимо, осознает, какое общественное мнение о ей подобных кротах. Но существуют также и публичные доносчики, возжелавшие отхватить долю хайпа за счет имен, на которые регулярно стучат. Ярчайшим примером является адвокат Виталий Бородин. Надежда, присядьте, пожалуйста, на месте. Я вам объясню. Я не буду с вами сидеть в одной программе, вы заберете свой микрософт. Не можете сидеть со мной. Оборудование не нужно наше портить. Не нужно портить оборудование. Значит, вам сказать нечем. Ахизжак его террористка поддерживает Навального, Чадарковского, педофилов. Педофилов и п***цов. Правильно? Все правильно, да. Присядьте, пожалуйста. Не, я не буду с вами. Не будете. Тогда выход вот там. Еще раз, господин Бородин. Сразу после этого эфира Бородин написал донос на ведущего НТВ Андрея Норкина. Конфликт случился на фоне обсуждений заявления Виталия на актрису Лию Ахиджакову, на которую адвокат просит возбудить уголовное дело по статье о госизмене. Учитывая публичность и содержание высказывания Ахиджаковой, а также тот факт, что последняя спонсирует ВСУ, считаем, что в действиях последней содержатся признаки преступлений, предусмотренных следующими статьями 275 УК РФ «Государственная измена». Основанием же для возбуждения очень серьезного уголовного дела против Ахиджаковой Бородин указывает посты актрисы в Инстаграм. Вот только Ахиджакова неоднократно заявляла, ни в каких социальных сетях ее нет. Все аккаунты – фейки. На деле единственным основанием является не устраивающая политику партии антивоенная позиция актрисы. Помимо Ахиджаковой, жертвами Бородина уже стали Валерий Меладзе, Данила Козловский, Алла Пугачева и Диана Арбенина. Несмотря на то, что ранее жертвами доносчиков становились исключительно противники войны, сейчас же участились случаи доносов на «Ура! Патриотов». Доносчиков не устраивает, как зет-блогеры периодически поливают грязью российское руководство. Владимир Владимирович, заткнись просто, молчи лучше. И нам не будет за тебя стыдно, и за то, что в нашей стране такой президент. И враг не будет изгаляться. Первым из известных «Ура! Патриотов» за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации получил анонимку террорист-блогер Гиркин Стрелков. Далее, как по команде, на Гиркина спустили кремлевских пропагандистов. Это патриотизм кухни, патриотизм балкона, где стоит судок с квашеной капустой, куда вот эти социальные сироты по Ильфу и Петрову запускают даже не руки, а прямо сразу пасти свои, жрут оттуда. И когда вот эта публика начинает учить, кому и как любить Родину, у меня только один вопрос. Вы-то хоть кто будете? Почему эту публику еще кто-то слушает? Мне кажется, что на этом надо ставить точку. Тут я смотрю, что мне в телеграм-чате нашим объясняют, что это, оказывается, Стрелков. России и Путину таки удалось совершить невероятный рывок. Невероятный рывок в прошлое сталинских времен, где сосед чуть что стучал на соседа, а двигатели черных воронков не знали отдыха. И верит наш король в однос, в донос, в донос, в донос. Стрелков.